Решение правоохранительных задач в условиях оперативной обстановки любой сложности требует от сотрудников таможенных органов хорошей физической подготовки. Это один из факторов успешного выполнения служебных обязанностей в нестандартных, а порой экстремальных ситуациях. Важную роль в совершенствовании спортивного мастерства и укреплении здоровья таможенников выполняют ежегодные комплексные республиканские спартакиады таможенных органов ПМР. Начало спортивного сезона в 2010 году ознаменовалось для таможенников проведением турниров по шашкам, шахматам, а также соревнованиям по стрельбе и стабильного оружия. Представителям структурных подразделений ГТК предстояли серьезные состязания на точность, меткость, интеллект и логику. Традиционно спартакиады открыли соревнования по шашкам. В состав каждой из пяти команд, представлявших управление ГТК, Терраспольскую, Бендерскую, Дубасарскую и Рыбницкую таможни, вошли по четыре участника – двое мужчин и две женщины. Просчитать варианты возможных комбинаций и предугадать вход соперника – вот на что были направлены мысли спортсменов. Когрил Ломоносов шашки ум в порядок приводит. Шашки многое формируют, не только логику, а тематику. Мировидение совершенно по-другому. Насчет уровня игры таможенников есть люди, которые занимались в спортивных секциях, которые играли, которые прекрасно понимают позицию. Но и в данном случае очень важно противника учесть, любого противника. То есть любую партию нужно играть серьезно. Так получилось, что с командой Медельф девушка, которая не должна была ни одной партии проиграть, в этом году проиграла. Противника не учла и получила поражение. При подведении итогов определились следующие результаты. На первом месте команда Рыбницкой таможни, на втором – Вендерской. Третьими стали представители управления ГТК. Шахматные поединки предполагали участие от каждой таможни по три представителя – двое мужчин и женщина. В течение полутора числов шла упорная борьба на черно-белых полях. Каждый игрок провел по четыре партии, демонстрируя свою тактику. За доски сели как опытные спортсмены, так и депутанты, которые достойно выдержали шахматный турнир. По результатам игры лучшей была названа команда управления ГТК. На втором месте – команда Рыбницкой таможни. На третьем – Вендерской.